Центральная и самая проходная улица Абакана, Пушкина, сегодня настоящая полоса препятствий для транспорта. По нацпроекту дорогу переделывают от Некрасова до Тараса Шевченко. Подрядчик ДСУ-7 должен был закончить участок еще 15 сентября, но не успел. Вообще по Пушкину вы видите реальность исполнения контракта? У заказчика администрации Абакана серьезные претензии к темпам работ, а тут еще и дожди обещают, это тоже замедлит дело. Тем не менее подрядчик заверил, до конца сентября закончат менять бордюры, а там уже укладка асфальта, она пойдет быстрее. Еще один участок по нацпроекту – реконструкция дороги обход Абакана. Те же проблемы не успевают. Здесь два моста через реку Ташиба, один уже готов, на очереди второй. Через неделю откроют одну сторону и перейдут к другой. У нас объект рассчитан на два года. Нам самое главное, те суммы средств, которые на этот год заявлены, 288 миллионов, мы должны и обязаны освоить эту сумму. А есть работы, которые можно и проводить и зимой. Например, установка опор освещения. В этом году по сравнению с прошлым дорожных работ в республике по нацпроекту больше – на миллиард с лишним рублей. К тому же из-за пандемии не приехала основная рабочая сила из ближнего зарубежья. У дорожников не хватает специалистов, отсюда отставание. Подрядчик по Абакану уверяет – основную часть сложной работы сделали. У нас темп не снизился. Просто с прошлого совещания прошло шесть дней. Из них два дня по осадкам актированы. За оставшиеся четыре дня у нас выполнение 4-5 миллионов в день. По обоим проектам подрядчик должен завершить работы до конца строительного сезона. Ольга Барловская, Станислав Толчинаев, РТС. Ольга Барловская, Станислав Толчинаев, РТС.